Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня я поделюсь с вами абсолютно всеми этапами выполнения нового маунта в утробе, а именно подчинённая тёмная гончая. Скажу так, то что на этого маунта ушло приличное количество времени, с целью того, чтобы собрать порошочек и осколки в количестве 200 ушло где-то часика 4, с целью того, чтобы дождаться рарника ушёл час, с целью того, чтобы сделать новую попытку на рунах ушло дневное кд, потому что было максимальное око тюремщика, а как бы абсолютно все действия связанные с чем-либо в утробе, они накапливают око тюремщика, ну за исключением колодца стиги. Собственно, что могу сказать от себя, что могу добавить к тому, что вы услышите далее, будьте аккуратны с мобами, потому что чем больше мобов вы будете убивать, тем больше будет заполняться ваш око тюремщика. Собственно, тем меньше порошка и осколков вы сможете собрать за текущий день. С целью уменьшения око тюремщика вам поможет колечко сиродинатрия, можете дропнуть его хоть с элфера, попытайтесь свою удачу, быть может вам повезёт. Вот, а далее, что я ещё скажу, запаситесь расходниками, в плане там нитроускорители различные, что ещё у нас есть, лайнеры. Ну и если вы хотите просто этого маунта в коллекцию себе получить, то, наверное, лучше сделайте коридорного ужаса для начала. Коридорный ужас делается в разы проще, вы ничего не ждёте, вы просто идёте и уничтожаете мобов, но опять же, с целью получения коридорного ужаса нужен item level, ну а тут вообще ничего не надо, вы просто ходите, бегаете, юзаете шарики зелёные, собираете реагентики, ждёте рарников, ищите странички и всё-всё-всё такое прочее. В общем-то, далее все абсолютные этапы расписаны, рассказаны, координаты вы можете увидеть на экране, то есть в ходе видосика всё имеется. Вот она, вот эта плашка с координатами, она будет вот тут вот, над красненьким кружочком с этим левелом. Хорошего вам просмотра, приятного, всех благ, счастья, здоровья, желаю, берегите ноги, моете руки, наслаждайтесь. Если есть вопросы, то, конечно же, в комментариях отвечу на них. Первый этап, пожалуй, одновременно лёгкий и сложный, это фарм порошка и осколков. Для того, чтобы фармить, нам нужно купить искатель стегии у винари за полторы, по-моему, тысячи стегии, а также нам потребуется крюк с целью того, чтобы нормально цепляться к различным точкам. Но если вы винтир, то, в принципе, можно и врата теней использовать, почему бы и нет. Также при фарме можно использовать различные планеры, нитроускорители, можно использовать маунта с извилистых коридоров, если он у вас, конечно, есть. Ну или, например, события на убийство в тёмной гончии. Также помним о том, что все эти зелёные шарики, которые мы собираем, в которых содержится порошок и осколки, кристаллики, они могут быть собраны другими игроками. В тот момент, когда другой игрок уже будет использовать, то будет писаться, уже используется, и вы ничего не лутанёте. После того, как мы собрали 200 порошочка, 200 осколков, мы прибегаем в цитадель, бежим к самому краешку и цепляемся своим крюком за ближайшую точку крепления. Летим наверх, и нас ждёт реально та часть, тот этап, в котором нужно немножко подумать. Не просто бездумно бегать, что-то дропать, а именно нужно подумать, осознать всё происходящее и правильно реализовать. Почему нужно реализовать это правильно? Потому что имеется КД на попытке. Если вы будете делать что-то неправильно, если вы много раз ошибётесь, то в течение следующих двух часов вы не сможете вновь открыть этот сундучок с рунами. У вас есть 15 минут на то, чтобы его открыть. Торопиться не стоит. Что нам нужно сделать в этом испытании? Нам нужно посмотреть на столбике и посмотреть, какие начерчены руны. И на сундуке нам нужно сделать точно такие же руны. То есть я кликаю на шестую руну, кликаю на первую руну, они меняются местами. Теперь первая руна у меня является правильной. Отсчёт идёт по часовой стрелке от того места, как мы прыгнули получается. Да, это по часовой стрелке, всё правильно. Вот как-то так, переставляем рунки, делаем всё правильно, делаем всё замечательно. Некоторые руны могут быть похожи, у каждого игрока может быть разный рисунок, возможно, не знаю насчёт этого. И что ещё интересное заметил, две рунки у меня повторяются, которые сейчас на второй и на третьей позиции были до перемещения. Это интересно и, быть может, можно просто за меньшее количество кликов всё реализовать. Заделываю эту головоломку, открываю сундучок и лутаю итем. Третий этап – это покупка книжки у Винари за 2000 стигии. Покупаем её, не обязательно даже открывать, читать её. И нам нужно собрать три странички. Первая страница будет находиться в загонах. Бежим туда, перемещаемся, телепортируемся, как угодно в вашей душе. Бежим на указанную точку, которая видна в текущий момент на экране. Прибегаю к этой пещере, спускаюсь вниз, убиваю мопчиков, лутаю первую страницу. Далее, вторая страница находится в цитаделе. Мы бежим на уже известную нам точку, на этот краешек. И теперь мы не поднимаемся на крюках, а просто бежим влево. Тут спавнится рарник, ну, его нету, окей. Лутаем также страничку. Она лежит с краешку, очерчена белым цветом. Я думаю, вы её увидите. Третья страничка находится в самом верху карты. На том месте, где мы спасали Андуина. Встаём на руну, перемещаемся наверх, и там ещё иногда спавнится рарник с именем Дартанос. Вот, если хотя бы разок его убивали, то прекрасно поймёте это место, где она находится и всё такое прочее. Я его не убиваю, чтобы не поднимать око тюремщика, просто-напросто убиваю мопцов. Подхожу к сундучку и лутаю страничку, которая лежит рядом. Лутаю страничку, юзаю страничку, и синяя книжка, купленная у Винари, переделывается в эпическую. Четвёртый этап очень лёгкий. Юзаем какой-нибудь планер, летим в реку душ, и прописываем макрос с целью того, чтобы просто-напросто знать примерно, где ходит Stray Soul. Stray Soul — название мопца, которое указано во всех английских гайдиках. В русских гайдиках нигде по-нормальному ничего не сказано, но, использовав переводчик, я понял то, что это заблудшая душа. Юзал дополнительно макрос на слэш-таргет «заблудшая душа». Нашёл её, и что нам нужно сделать? Нам нужно её приручить. Приручение идёт как у охотника. Юзаем, собственно, мопца. Происходит каст «Любви». И по окончанию каста нам даётся душа этого волчонка. Этап выполнен. Этап номер пять требует убийства кузнеца душ с именем Робус. Именно с него падает эпический предмет, который нам нужен. Но вот незадача. У него спавано около часа-двух. Этап номер шесть. Поздравляю вас. Вы собрали все реагенты, и теперь можете приступить к крафтам. Идём к цитадели, к краешку, привязываемся крюками и летим на самую-самую верхнюю точку. Перемещаемся. Мы знаем это место. Мы убиваем на нём рарника периодически. Но нужно ещё прыгнуть на один этаж выше. Нас будет ждать наковальня. На этой наковальне мы будем крафтить слитки стегия. Ну и следующий итем эпический, ластовый, который продолжит цепочку выполнения маунта. Завершающий этап, этап номер семь. Мы идём к винаре, и от её логова поворачиваем налево. Убиваем мобчиков, которые будут нам мешать, и юзаем связующий алтарь. Связующий алтарь свяжет абсолютно все реагентики воедино. Мы получим поводья. И получим также квест. Чтобы выполнить квест, нам нужно правильно нажать руны. Призываем гончую, и в правильном порядке нажимаем руны. Сначала я нажал четвёрочку, потом нажал единичку, потом нажал троечку, ну и потом прописал двоечку. Квест выполнен, маунт получен.